Итак, я купил самый дешевый полетник в истории полетников под Betaflight или iNav и сделаю это так, как вы все любите. То есть я пошел на Алиэкспресс, нашел... Ну, как бы у меня критерии были такие. Мне нужен был датчик тока обязательно и встроенная OSD. Это что? Это значит Omnibus F4 Pro версия 3. То есть это самый дешевый полетник. Точнее, это не оригинал, а должен быть обязательно клон, потому что оригинал там стоит 30 баксов, а клон стоит намного дешевле. И он стоил что-то около 15 долларов. То есть я мог бы спокойно там пойти на Banggood и купить там его же там за, по-моему, 17 или 18 долларов он был. Но нифига, мы пошли на Алишку, мы сделали заказ. И чтобы вы понимали весь масштаб катастрофы, я заказал его буквально на 20 центов дешевле у продавца без отзывов, без рейтинга. Только потому, чтобы сэкономить. То есть это самый вообще доступный по поиску цены был полетник, подходящий к этим критериям. Напомню, это 15 долларов и вроде как это сделка века. То есть там куча портов, там есть возможность подключить GPS-компас, есть датчик тока, OSD. Ну, короче, сделка века. И реально, то есть бери и летай. И вот спустя буквально полтора месяца я получаю этот полетник, он приходит ко мне, весь такой в пакетике. И, конечно, я немножко был шокирован тем, что в комплекте нету даже проводов, так как многие вещи там на разъемах, например, порты UART и подключение GPS, там оно все через разъемы идет. Распиновочка с подключением будет вот здесь вот на скриншоте. Но у этого полетника не было даже и этого. То есть экономили на всем. То есть это пакетик и внутри лежит полетник. Никаких там резиновых демпферов, там ничего вообще, как бы вот просто сам полетник. Ну, окей, как бы 15 баксов. И он у меня провалялся там несколько недель, потому что не было времени. У меня там вот эти самолеты, все. И я собрал бета-флайтный квадрик на этом полетнике. Думаю, блин, круто. Буду видеть все параметры полета. Даже подключу, наверное, там GPS-модуль, чтобы показывал скорость. Да, но не для возврата, а просто, чтобы можно было померить скорость. Будь такая у меня ракета. И так как это все стоит копейки, я ничего не проверял. То есть я просто вот по схеме все спаял, собрал квадрик, включаю. Все запикало, заработало, моторчики там завелись. Но у меня нету картинки, черное изображение на экране. Каково же было мое удивление, когда после нескольких поисков в гугле и я нашел кучу проблем у ребят с этими клонами, с тем, что OSD не работает. Там идет просто какая-то сгоревшая микруха уже сразу установлена. И просто, ну, видеосигнал не проходит. Получается черное изображение. Ну, хрен с ним. Блин, думаю, ладно, не повезло. Ну, может, кому-то повезет. Подключил камеру с передатчиком напрямую. Естественно, что надо хотя бы подключить телеметрию. То есть у меня приемник RXSR, он умеет телеметрию. И, естественно, я настроил просто предупреждение о разряде аккумулятора хотя бы. И о низком RSSI у себя в аппаратуре. И уже хоть что-то, да, то есть можно летать. Но каково же было мое удивление, что ни один свободный TXPORT не смог передавать телеметрию. То есть как бы я только не подключал, как бы я там не подпавил. То есть проблема, все, нету, невозможно подключить. Итак, в 2020 году я буду сейчас летать на бетафлайном коптере с крутым полетником, с поддержкой, с датчиком тока, со всеми делами, с OSD. Я буду летать с пищалкой, которую примотаю скотчем, чтобы просто, блин, она запищала, когда у меня разрядится аккумулятор. Но я полетаю на нем. Полеты вы сейчас посмотрите. И я поделюсь своими впечатлениями. Я на пробу взял такую вот камеру курсовую. И это тоже дешманская камера. Я думал вообще сделать видос о каком-то дешманском суперсетапе. Но вот я просто выбирал по характеристикам, да, как бы вот вы выбрали. И понятно, что это было безумие. И, естественно, это было обречено на провал. Но вдруг бы выгорело дело. Был бы хайповый прикольный видос. И эта дешманская камера, она прям прикольная характеристики. Она может в OSD, но я не подключал, как бы. Она может показывать вольтаж. У нее там вот прям вообще все есть. Пультик в комплекте за 10 долларов там вообще. DVD-R. Ну, все как надо. 1500 ТВЛ. Там, ну, огонь, короче. Надо брать. И у нее матрица размером просто со спичечную головку. И представьте, с такой матрицей вы ставите сюда обычные объективы. Вы просто как будто в бинокль смотрите, летаете. То есть у вас угол поля зрения буквально там 70 градусов, наверное. Вот вы... Сейчас я полеты буду делать. И вы посмотрите просто весь ужас этого. И никакие линзы я попробовал поставить от микросвифта сюда корпус, чтобы поставить микролинзу. Думаю, может быть так. Ну, нифига, как бы. Вкручиваешь до упора линзу. Да, фокус появляется, но угла не прибавляется. То есть матрица настолько маленькая, что даже вот с этими маленькими линзами ничего не получается. То есть как бы кроп получается изображение, да. Линза рассчитана на большую матрицу, а у нас маленькая матрица. И она выбирает как бы только часть изображения. Поэтому проблема... Ну, катастрофа просто. Вы не можете летать с такой камеры. Здесь моторы DUSE 2306-2400КВ. Сам ГУК Сириас. Здесь RXSR приемник. Здесь АККшный передатчик видео на 200 мВт микроразмера. Здесь Хобби Винговский регулятор. И регулятор это, наверное, самое дорогое, что здесь есть. И здесь VX220 рама. Мне очень нравится эта рама. Тоненькие лучи. Удобно для монтажа все. Я брал их как-то несколько штук на Алишке. Они были, ну, под 20 долларов буквально. Очень прикольная рама. Я ссылочку оставлю в описании. Я уже летал на таких рамах много. И мне нравится. Она приятная как бы для сборки. Приятно летать на ней. В общем, такая вот ситуация. Сейчас мы немножко полетаем. Я в Betaflight здесь в самой последней версии 4.1. Посмотрим, как работает Betaflight. Меня зовут Саня. Вы на канале Айуру. Погнали! Саня. Саня. Что можно сказать, друзья? Ну, Betaflight летает сам по себе. Даже на таком конченном квадрике очень хорошо. И вы видите, какой узкий угол зрения в этой камере. Еще какое-то желе. Причем все намертво стоит. Идеально ровные пропы. И квад летает супер, как бы стабильно. Ну, вы видите, там матрица внутри болтается или что-то еще. Ну, блин, очень фиговая камера. И я, конечно, расстроен тем, что нет ни OSD, ничего. Я так полетал там пару минут. Летает здорово. И, ну, я не знаю. Если вам нужно просто полетник, то, блин, купите обычный без OSD. Или там какой-то микрополетничек. Там без всяких там датчиков тока для Betaflight. Я думаю, это у вас головой. Есть там на том же Banggood. Я, кстати, ссылочку оставлю в описании. Есть прикольные полетники нормальные. Не вот эти чудовища, а такие фирменные. Они там до 20 долларов стоят. И там будет OSD, но не будет датчика тока. И не будет там портов для подключения там всяких компасов. И GPS. Но этого достаточно, чтобы летать на Betaflight. Еще раз хочу сказать, что у меня регуляторы были в Multishot. Хотя они там D-Shot поддерживают. Но я старовер, пользуюсь Multishot. И мы сегодня запустили вот такой самолет. И напишите, интересно ли вам я подснял видосик о запуске. Ну, я не знаю, надо оно или нет. Но если интересно, можно сделать видосик. И сегодня я еще полетал на Dart. И Dart запустил просто ракетой вверх в акрорежиме. Я ничего не менял, ни мотор, ничего. Просто сегодня хорошая погода, нет ветра. И он очень стабильно летал уже. Все-таки где-то в районе 160 км в час у него максималка. Но прикол в том, что можно набрать 100 км просто вертикально вверх взлетая. Это прикольная очень штука. И оттуда там заниматься клаундсерфингом или еще какой-то такой штукой. В общем, прикольно. Такой ракетный мотор на Dart. Это интересно. И можно попробовать. Но главное не разбить. В автоланче надо ставить буквально там 1250 единиц на запуск. Потому что больше не надо. Он просто как ракета уходит вверх. В принципе, у меня в автоланче он набрал 200 метров, пока я просто одевал очки. Спасибо за просмотр. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. В этом телеграм-канале я делюсь какими-то кадрами, видосами с Политух. Спойлерю, будущее видосы. Ну, короче, много всего интересного. Скоро я прикручу к этому телеграм-каналу чат, для того, чтобы мы могли с вами общаться. В общем, остаемся на связи. Подписывайтесь. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok